В какую бы беду они не попали, он их не оставляет. Как он вытащил убийца Зелимхана Яндербиева, добился этого. Вот сейчас посмотрите, как они наглую этого Красикова пытаются вытащить. То есть, они тем самым показывают, что мы вас не бросим. За вас мы будем рвать и метать, мы будем делать все возможное, но вас мы не бросим. Почему имперское мышление предполагает, что для единства всех регионов надо подавлять самосознание других народов, а не наоборот, пытаться со всеми нормально общаться, агрессия будет в ответ. Это сложный вопрос, друг мой. Я не знаю. Все, наверное, зависит от того, что это за империя, какова ее цель, что она преследует. Понимаете, вот если эта империя, то есть некая превалирующая сила, которая пришла и завоевала тебя, или даже не завоевывала, может быть вы сопротивлялись, понимая, что там нет никаких шансов, допустим. Вот попали вы под влияние этой империи, давайте скажем так, неважно, было там завоевание или не было, но вы оказались в составе этой империи. И если эта империя, она, ее морально-нравственные качества, качества ее представителей власти, их элит, если они превосходят ваши собственные, то этот, как правило, народ, оказавшийся под сенью вот этой империи, то он перестает сопротивляться и он, наоборот, как бы превращается в часть общества этой империи и перенимает все вот эти вот благие качества. И происходит даже примеров в мире очень немало, когда не просто этот народ перенимает, допустим, религиозные убеждения, какие-то обычаи, традиции хорошие, но даже язык, то есть полностью народ, который был в своей основе вообще другим, у них был свой язык, у них были свои там обычаи, даже цвет кожи у них другой, они целиком и полностью покоряются и становятся частью уже и культуры, и религии, и традиции, и языка всего этой империи. Такие примеры, это, конечно, я сейчас говорю про халифат первых времен, арабский халифат, который более известен в истории, в западной истории, как арабский халифат. Для нас это правильный халифат. Если вы посмотрите, допустим, на весь этот Маггриб, север Африки, то они ведь, ну, они сейчас арабы, да, все арабы, египтяне, левийцы, алжирцы, марокканцы, тунисцы, все они сейчас арабы, и даже суданцы, суданцы, которые в основе вообще, африканцы, они темнокожие люди, все они сейчас арабы, и ментально, и религиозно, и язык, и все. То есть они не были таковыми. Когда туда приходил халифат, это были вообще, это были другие народы. Они исповедовали свою религию, они говорили на своих языках, у них были там обычаи, традиции, племенной строй, и все было свое. Но вот эта вот пришедшая империя к ним, империя, я говорю сейчас про халифат, когда пришли арабы, когда пришли мусульмане, то те, это были первые, это были сахавы, и они селились вместе с этими людьми, и они показывали настолько великолепный, превосходящий этих местных народов пример, настолько благие нравы, настолько они влюбляли в себя этих людей, что они не просто покорились, не просто согласились стать частью этой империи, они просто взяли и вообще стали их народом, ментально, традиционно, полностью. И сейчас все они являются арабскими народами. Поэтому, видите, есть и такие примеры. Но когда приходит к тебе империя, чьи нравы, обычаи, традиции, религия, когда это все уступает тому, что на чем ты, на чем твой народ, то, естественно, ты это отторгаешь. У тебя нет хорошего примера, понимаете? Вот с нами произошло это. С нами, как с народом, даже не знаю, с народами, с народами в основе своей на тот момент уже исламскими, со своими очень такими высоконравственными обычаями и традициями. К нам, когда пришла Российская империя с полной аморальностью, как вот пример был, рассказывают историю имама Шемеля, когда он сказал своему генералу, когда, например, у него такой диалог шел, почему вы, мол, сопротивляетесь, мы принесли вам цивилизацию. Он сказал, ну-ка, дай своему солдату снять сапог. Тот снял сапог и от вони там все чуть не упали. И он позвал своего, одного из своих мэридов, сказал ему снять с себя обувь. Тот снял обувь, у него была чистая нога, потому что там ежедневное обувение при молитве, понимаете? То есть, ну, это как пример я привожу. То есть, когда к тебе приходит вот это вот, да, может быть, она по силе своей превалирует, у них там очень мощная армия, они там большие, великие, но когда их морально-нравственный облик, он уступает твоему, то тебе нечего у них взять. Это очень плохой пример. Ты можешь дать, но взять ты у них не можешь. И вот в этом случае происходит то, что произошло между нами. Полное отторгание, неприятие, даже какое-то презрение к этой империи и к ее представителям. Размышляющий. Саламу алейкум, в рамку ла баракату. Ах, и что думаешь по поводу разговоров обмена пленными, в частности, Красикова, неужели выдадут? Аллах, айлаш, дойла, массу, бусул, падам, аминь, я Аллах. Алейкум, асаляму алейкум, в рамку ла баракату. Россия запросила Америку. Теперь как бы мяч, то есть, это как, знаете, футболь, они мяч туда отправили, вот сейчас мяч на стороне Америки. И Америка сейчас должна как бы с немцами этот вопрос обсуждать. И, ну, получится ли это? Я не исключаю, на самом деле, я не исключаю, что мы с вами можем проснуться в одно утро, где какой-нибудь там, какие-нибудь журналисты где-то там опубликуют информацию, что, а вот, дескать, произошел обмен, и по нашей информации от источника из там немецких спецслужб или там американских спецслужб был произведен обмен на этого Красикова. Я не удивлюсь, если такое будет. Это, знаете, это с одной стороны как-то респектабельно показывает Россию, что они говорили, вот это братство КГБшное, ФСБшное, оно у них очень мощное. И посмотрите, как Путин не оставляет своих службистов. В какую бы беду они не попали, он их не оставляет. Как он вытащил убийц Зелимхана Яндербиева, добился этого. Вот сейчас посмотрите, как они в наглую этого Красикова пытаются вытащить. То есть, они тем самым показывают, мы вас не бросим. То есть, за вас мы будем рвать и метать, мы будем делать все возможное, но вас мы не бросим. Это, конечно же, мотивирует этих представителей российских спецслужб на то, чтобы они выполняли любые преступления, любые задачи, любой сложности. Они уверены в том, что их страна, их президент, их, значит, Путин, их не оставит. Это дает им уверенность, поэтому они, конечно же, с еще большей легкостью идут на совершение подобных преступлений. Субтитры создавал DimaTorzok